Книга «Открытым оком», 24 том, вопрос 3571. «Последние данные о переводе Библии публикуются ли в православии? Видят ли они главных виновников, что столетия не давали народу Библии? Не должна ли Церковь принести всенародное покаяние за этот смертный грех, что скрыли главные сокровища, чем Бог нагордил живущих на земле?» Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Есть подобные работы и в православии. Одна из них – к истории Отечественной Библии Б.А. Тихомиров. Славянская Библия, кавычки открываются, стала первой национальной Библией на Руси. Почти 900 лет оставалась единственной и по настоящее время продолжает находиться в исключительном литургическом употреблении в Русской Православной Церкви. Первая полная славянская Библия на Руси появилась, однако, только в 1499 году. По имени своего издателя архиепископа Новогородского Геннадия Гонзова. Кодекс получил название «Геннадийский Библией». Это было рукописное издание, хотя на Западе книгопечатание было уже достаточно распространено. Активным участником в издании Библии был монах-доминиканец Вениамин. Состав и порядок расположения книг Ветхого Завета в издании соответствовал в Ульгате. Согласно Савлюгате была проведена и разбивка текста всех книг сборника на главы. Необходимо отдать должное издателям, установившим несоответствие обретенной ими рукописи греческому тексту 70, разенствия и развращения библейских списков. Предпринятые исправления, однако, были выборочными и крайне непоследовательными. Первое печатное издание славянской Библии «Острожская Библия» было предпринято в 1580 по 1581 года князем К.К. Острожским в связи с его заботой о судьбе православия в западно-русских землях. Владения князя входили в состав Речи Посполитой. Образцом Острожскому изданию послужил список, полученный из Москвы Геннадьевской Библии. Первая печатная Библия в Московской Руси появилась только в 1663 годах и получила у современников название «Первопечатный» — «Септуагинта» в легендарной истории перевода к числу переводчиков 70 или 72. Принципиальным представляется запрос, который был направлен Синоду председателем, созванной в 1736 годах 4-й комиссией Архимадридом Стефаном Калиновским. Архимадрид Стефан просил разъяснить, каким именно греческим текстом следует пользоваться для исправления, поскольку в разных кодексах и экземплярах немалой разности и несогласия находятся. Им впервые было обращено внимание на факт разночтения в самом греческом тексте. Проблему, которая предшествующими справщиками, видимо, еще не вполне осознавалась. Ложной оказывалась сама исходная посылка осуществляемого редактирования. Последовательная правка по «Септуагинте» не устраняла темноту славянского текста, поскольку от темноты не был свободен и греческий текст. Славянская Библия была большой редкостью, почти недоступна для частных лиц и духовенства. Слишком дорогой для семинарской библиотеки даже после издания ее в 1751 году. Неудивительно, что изучение Священного Писания вовсе не было не только в семинариях, но даже и в академиях. Между духовенством и учтением Священного Писания речи не было. Издание 1751 года, как известно, в первый раз только познакомило с Библией русскую публику. Но число экземпляров, выпущенных в свет, было слишком недостаточно для удовлетворения потребностей не только народа, но и служителей церкви. Кроме того, как же экземпляр стоил 5 рублей? Большой тогда суммы денег! Кавычки закрываются. И самое существенное, за длительными стараниями привести славянский язык в текст в соответствии с переводом 70, была совершенно упущена проблема понимания самого славянского языка, который в XVIII веке уже окончательно утратил свою коммуникативную функцию. Отсутствием традиции домашнего чтения фактически ограничивали употребление славянской Библии рамками богослужебного пользования. Кавычки закрыты. Борис Алексеевич Тихомиров. Кандидат Богословия. Преподаватель кафедры Священного Писания Санкт-Петербургской Духовной Академии Семинарии. В сферу научных интересов Б.А. Тихомиров входит исследование истории перевода Библии на русский язык. Работа к истории Отечественной Библии посвящена 130-летию 2006-й год, синодального перевода, который до сих пор остается наиболее употребительным русским переводом и с которым прочно ассоциируется само название русской Библии. Книга Варуха, 2 глава, 30 стих. Я знаю, что они не послушают меня, ибо они народ упрямый. Исайя 28.11. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Стихотворение. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука, вести с поклажкой, вот воз взялись, и вместе трое все в него впряглись, и с кожи лезут вон, а воза все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Крылов, 1814 год.